Вопросы социальной защищенности инвалидов сегодня актуальны для Брестского региона. На 1 ноября в области на учете состоит более 390 тысяч получателей пенсии и пособий. Из общего числа пенсионеров инвалидность имеет около 70 тысяч. К сожалению, тенденция увеличения числа людей с ограниченными возможностями за последнее время не останавливалась. Если в 2007 году инвалидность имели 64 тысячи человек, то на 1 ноября 2012 года их число составило уже 66 тысяч. Об этом говорили докладчики в своих выступлениях, поэтому одним из приоритетных направлений круглого стола была профилактика инвалидности. В Брестской области проживает более 65 тысяч инвалидов. Это 5% населения области. Органы по трудозанятости, социальной защите, учреждения социального обслуживания осуществляют государственную социальную политику по социальной защите инвалидов. Идет постоянное наращивание различных новых видов социальных услуг, наращивание видов помощи, которые оказываются гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В регионе, как и в республике в целом, для инвалидов предусматривается разного рода деятельность. В своих организациях для людей с ограниченными возможностями организуются различные кружки и семинары, проводятся концерты и праздники. Они активно обучаются и всегда спешат навстречу к знаниям. Также участвуют в конкурсах и соревнованиях. И, что немаловажно, добиваются настоящих результатов. Инвалиды не ждут нашего сочувствия. Они нуждаются лишь в помощи и поддержке. Они не столько нуждаются, наверное, в сочувствии, хотя и в этом тоже. Они хотят быть равными среди равных. То есть обеспечить необходимую государственную социальную поддержку в сфере безбарьерной среды жизнедеятельности, в сфере предоставления различных льгот и гарантий для того, чтобы они могли наравне с обычными людьми работать, отдыхать, заниматься любимым делом. Во время круглого стола его участники активно дискутировали, представляли свои точки зрения на проблемные вопросы, среди которых создание безбарьерной среды. Ведь некоторые инвалиды отказываются посещать занятия или идти учиться вместе со здоровыми ребятами только из-за того, что не везде есть условия для свободного перемещения. Многие вопросы еще стоят остро, однако участники круглого стола уверены, что совместными усилиями можно создать все условия для того, чтобы люди с ограниченными возможностями чувствовали себя в обществе уютно и спокойно.